Физкульт привет друзья и ученики! Я уже не раз говорил в своих статьях и видео уроках о том, как подобрать рабочий вес в тренажере, либо со свободными весами. Но мне все равно продолжают поступать подобные вопросы, поэтому придется делать такие коротенькие ролики для того, чтобы вы еще раз обновили свою память. Почему задаются таким вопросом? И в основном девушки, в основном новички. Дело в том, что люди не понимают, насколько важна техника, насколько важна программа и в каждой программе дается рекомендованное количество повторений. Как вы думаете, почему грамотный тренер не дает вам конкретно указание на какой-либо рабочий вес, а указывает конкретно число повторений? Все очень просто. Все люди разные. И приходя в тренажерный зал из трех человек, каждый имеет свой силовой потенциал. Кто-то занимался чем-то раньше, кто-то ничем не занимался, кто-то от природы атлетичен, кто-то получил хорошую генетику от родителей. И для кого-то присесть 10 раз с 50 килограммами – это очень легко, а кто-то не осилит и 4-5 повторений. Поэтому все очень просто. Как подобрать рабочий вес в тех же приседаниях? Больше всего мне задают этот вопрос девчонки, повторюсь. Если у вас в программе, после того, как вы уже освоили технику приседаний, указано, что сегодня, именно в сегодняшний день, в сегодняшнюю тренировку, вам необходимо выполнить 5 подходов на 10-12 повторений, что это значит и какой должен быть вес? Вес должен быть именно такой, чтобы вы смогли осилить заданное количество повторений. 12 повторений вам сказал тренер выполнять. Значит, только вы можете опытным путем подобрать такой вес, при котором последнее повторение, конкретно 12-е в данном случае, будет для вас околопредельным. Когда 13-е повторение уже нельзя будет выполнить в идеальной технике. Когда 13-е и 14-е повторения практически будут невозможны. Только опытным путем можно это подобрать. Если тренер работает с вами уже несколько тренировок подряд, то он сможет вам в этом помогать. Но и вы сами уже с помощью тренировочного дневника сможете в этом разбираться. Поэтому задавать вопрос, с каким весом следует работать девушке в том или ином упражнении, парню, новичку, неважно. Это некорректный вопрос. Отталкивайтесь от заданного количества повторений. И последнее повторение должно быть действительно практически предельным. Когда вы уже больше не сможете, повторяюсь, в идеальной технике выполнить необходимое количество повторений. Вот какой вес и должен быть. И еще раз говорю, у каждого человека этот вес индивидуален. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока.